Разрешите обратиться? Обращайтесь! Здарова, детишки! Добро пожаловать в первый выпуск Клуба Игропутешествий. Хочу рассказать вам одну очень поучительную историю, но начну издалека. Вот сейчас, как вы заметили, я направляюсь в деревню Айверстед. Дело в том, что тут мне нужно поговорить с одной леди по просьбе фактически самой богини Мары. Конечно, я слишком лох, чтобы со мной лично богиня связывалась. Поэтому я на самом деле просто поговорил со служанкой Данмеркой в храме Мары в Рифтоне. И она сказала... Господи, прям под колеса лезут, точнее под копыта. В общем, она сказала, что в деревушке Айверстед проживает одна знойная леди, которая очень хочет замуж, у которой прям вот любовь, не знаю, из всех щелей брызжет. Но что-то, что-то вот не получается у нее наладить свою личную жизнь. И кого, как ни до Вакина, нужно отправить выполнять это сложнейшее задание. История такова. Вот эта гражданка очень любит одного мужичка. В чем проблема? А в том, что папенька не дает разрешения на брак. Допрос папани с пристрастием показал следующее. Дело в том, что сейчас дочурка сохнет вот по этому мужику. Но месяц назад она сохла совершенно по другому мужику, вот по этому. И чего? Она все уши прожужжала отцу. Папа, я люблю. Папа, это навсегда. Прошел месяц, и что мы видим? Вам это ничего не напоминает? Я не знаю, не хочу обобщать, но по-моему сейчас очень многие девушки младшего возраста рассуждают именно так. Но я сюда не мораль читать пришел. Я сюда пришел соединять сердца. Только вот чьи сердца соединять? Здесь же целых два претендента. Я решил кинуть монетку. И в итоге повезло вот этому волосатому рокеру, который хлыщет пиво. Кстати, вы, наверное, удивились, а почему я играю за женского персонажа? Дело в том, что я всегда играл за Арганианина, который разукрашен под Дарта Мола из Звездных Войн. Но, видите ли, я за него и так очень много уже играл. Из-за него, из-за бородатого старого Нордлинга, который был весь в ожогах, в грязи, в татуировках. Такой заправский зэк магической школы. Как бы это ни звучало. А потом я подумал, ну, я и так мужик, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Да я хоть в игре побуду бабой. Так что можно сказать, что женщины я начал играть исключительно потому, что мне, ну, как-то захотелось разнообразить геймплей. Исключительно поэтому, если вы подумали о чем-то другом, то вы ошибаетесь. Ну да ладно, я отвлекся. Миссия завершена. Голубки воссоединились. И теперь они валят жить в рифтон. Ну правильно, с другой стороны, что они будут на родительской хате паразитировать? Только вот я бы не рекомендовал им ехать в рифтон. Правда, плевать им на мои рекомендации, они уже туда на всех копытах скачут. А почему не рекомендовал бы? А вот почему. Я не зря начал ролик с оборотней. Дело в том, что в рифтоне со мной однажды приключилась очень интересная история. Было это еще когда я как раз таки играл тем самым Дартом Молом в органианском стиле. Я уже не помню, как там все по умолчанию в Скайриме, но с модификациями, влияющими на баланс. Сейчас подступы к рифтону это очень опасные места. Мало того, что там неподалеку есть башенка с скелетами, бывшими скелетами, точнее не скелетами бывшими, а бывшими братьями бури, бывшими имперцами, которые сражались-сражались. Все сдохли, покоя не нашли, и поэтому постоянно восставали, постоянно продолжали сражаться друг с другом. Ну и, конечно же, восставали они исключительно тогда, когда я проходил или проезжал мимо. И вот однажды, угодив в эту засаду нежити, я огреб по самые помидоры и еле сбежал. И тут я заметил, что неподалеку кто-то месит тех самых скелетов прям по бошкам, аж хрустит так, знаете. Видите, подкрался я поближе, смотрю, рифтонский стражник их меселит прям вот своим молотом, знаете, там херачит. Я подумал, блин, спутников у меня сейчас нет, игру я фактически только начал, на то у меня есть модификация, которая позволяет брать компаньона любого. Ну, разумеется, стражник мне, как постоянный компаньон, нахрен не нужен, но сейчас, в этом очень опасном месте, на тот момент, конечно, Это было хорошее подспорье. Я не знаю, как в Скайриме, но помнится в Обливионе, любая стража всегда была по умолчанию на 10 уровней выше, чем игрок. А капитана стража так и вовсе на 15. В Скайриме стражники тоже, по-моему, сильнее, чем игроки, и к тому же у них есть неплохая амуниция. Короче, я взял этого стражника к себе в спутники. И, надо сказать, мы с ним прошли очень много. Фактически, мы проползли на пузе все окрестности Рифтона, и нам повстречалась не только различная нежить в касках и без касок, но и всякие пауки, медведи и тролли. Но мякотка не в этом. Мякотка в том, что нам повстречался также оборотень. И мы его с трудом, но все-таки завалили. И вот этот самый оборотень подрал как раз-таки моего спутника. Ну, то есть, он его, конечно, не убил. Но достаточно было и того, что он просто его ранил. Опять же, у меня стоит модификация, благодаря которой оборотничество было сильно модифицировано. То есть, теперь оборотничество можно заразить кого бы то ни было мне самому. Ну, а также NPC могут заражать друг друга. В частности, оборотень может заразить стражника. И так, собственно говоря, и случилось. Стражник был заражен. Ну, на самом деле, ничего страшного. Он даже стал сильнее и выносливее. Но наше приключение в конечном итоге подошло к концу. Наше совместное приключение. Стражник мне больше не был нужен. Я его отпустил. Он спокойно ушел патрулировать Рифтон. И я о нем благополучно забыл. Через какое-то время я возвращаюсь в Рифтон. И смотрю, на улице происходит бойня. Оборотень метелит стражников. Ну, и не только стражников. Всех, до кого дотянется. И тут я вспомнил как раз про тот случай, который с нами произошел тогда. Тот случай с оборотнем. Оказывается, пока стражник ходил по улицам Рифтона и патрулировал их, он был абсолютно безопасен. Но как только Луна отдавала команду, он превращался в оборотня. И вот тогда он уже считался игрой как вражеский оборотень. Причем вражеский для всех. Ну и, соответственно, он начинал нападать на горожан и на стражу. Стражники, нужно сказать, довольно-таки быстро забили этого оборотня по башке молотками. И он сдох. Все? Нет. Нет. История только началась. Дело в том, что этот оборотней подрал других стражников. Вы, наверное, уже догадались, да? И вот в логе несколько стражников тоже заразились леконтропией. Благодатью Герцина. Загвоздка здесь в том, что стражники с точки зрения игровой механики бессмертны. То есть их можно убить, но чтобы у игрока не было возможности перебить всех стражников в городе, эти стражники через какое-то время, через 10, кажется, игровых дней, они возрождаются. Считается, как бы, что это новый стражник заступил на службу. Но с точки зрения игры, чтобы не плодить кучи NPC, это именно тот же стражник, который просто был возрожден. И тот убитый стражник оборотень тоже был возрожден через 10 или сколько там дней. Только вот флажок оборотничества с него не убрался. И в итоге, через какое-то время, когда я снова прибыл в Рифтон по делам, я заметил, как целая стая оборотней раздирает когтями и клыками весь Рифтон. Вот это была, я вам скажу, бойня. В итоге дошло до того, что мне пришлось консольными командами убивать тех самых оборотней, иначе они просто уже всех стражников перегрызали и переходили на местных жителей, ни в чем не повинных. А мне они еще нужны были для квеста, ну и для колорита. Согласитесь, как-то странно приходить в город и видеть всех мертвых, там, два только живых там человека, который бессмертный ходит, да? Но это как-то вот некомфортно, что ли. В общем, из-за моей оплошности в свое время Рифтон пережил эдакий зомби-апокалипсис, как только наступали сумерки или как только луна входила в полную фазу, город наполняли не зомби, конечно, но уж лучше бы, наверное, это были зомби, они полегче будут. Хотя зомби были в Обливионе, ну да ладно. Вот такая вот ботва. А в чем есть мораль? Охрен ее знает, сами придумайте. Я, кстати, вот, вспомнил еще кое-что. Однажды в окрестностях Вайтрана один из стражников также заразился ликантропией. Ну, вот, какими-то судьбами сюда занесло оборотня, причем очень странного оборотня. Стражники его забили, и один из стражников тоже стал оборотнем. Но почему-то он не стал враждебным к своим сослуживцам, да и никому вообще. То есть, фактически, он остался стражником, но постоянно превращался в оборотня. И, в общем, в тот момент можно было наблюдать очень забавную картину, как вместе с другими стражниками дороги Вайтрана патрулирует настоящий такой матерый, мускуластый, клыкастый оборотень. И посмотрите вот на это. Видите, сколько там всякого говна? А вон тигры, пауки там всякие, где-то неподалеку великаны кукуют. В общем, я думаю, что такой оборотень в этих местах был бы для стража очень хорошим подспорьем. Вот такая вот поучительная история. Так, а что это случилось-то? Кто-то напал... Оооо! Нет, вы только гляньте. Кстати, ничему-то жизнь драконов не учит. Не так давно на этом месте сдох дракон Мирмулнир. И вот, пожалуйста, еще один прилетел, чтобы получить по соплям. Помните легенду о том, как один лучник убил одного мощного дайдрота своей стрелой? Я сейчас попытаюсь сделать примерно то же самое. А ты ж, блин, твою мать. Вот она, сломанная мышка-то. Ооо, а дракон, я смотрю, дурачок. Ну, правильно, зачем бить стражников, когда можно бить каких-то там овец, коз или кто-то там бродил. На кого он там все пытается напасть-то? Да, походу, этот дракон либо полный даун, ну, либо он пытается защитить нас от вот этих вот тварей. Потому что, судя по тому, что там что-то взорвалось зеленым, это было явно не коза. Это, наверное, какой-нибудь стеклянный голем. У меня здесь много всякого говна шатается. Ну, ладно, дракона все равно придется убить. Так, стоп. Ооо, ну, замечательно. Китайская подделка мне попалась. Слышь, мужик, дай мне лук, пожалуйста. Ну, дай лук. Нет, да. Ладно, рукопашную. У меня, правда, солдат из говна-конфета. Поэтому спокойной ночи, дикишки. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова